Рождественский полумарафон Это самопределенный, который вы сделали в своей жизни, в жизни спортивной, в Омске, в Омской области. Тем более, что этот год 2016-й он олимпийский. Этот год 2016-й это 300-летие города Омска. И 7 августа еще будет полный марафон. Традиционно организаторы объявили конкурс на лучший костюм. Среди множества персонажей, которые вышли на дистанцию 7 километров, можно было разглядеть не только сказочных символов года, но и новых героев Тигра Амура и его друга Тимура. Это дружба. А дружба сейчас очень актуальная. Пусть дружат все. Двери, люди, государства. Все участники, которые выбрали одну из дистанций 7 или 21 километр, стартовали на Соборной площади. Продолжили маршрут по исторической части города Омска. Самый холодный в мире забег на этот раз выдался не таким уж экстремальным. Погода порадовала участников ярким солнцем, да и температура в минус 24 не самая низкая за всю историю забега. Так, в 2011 году, к моменту старта, столбик термометра опустился до минус 31 градуса, что стало настоящим испытанием не только для иностранных гостей, но и для сибиряков. Мы большие друзья марафона с 97 года. Особенно мы дружили с Джорджем Задбиновым, который в 37 градусов бежал такой же полумарафон 15 лет назад. Он сам уже бегать не может, естественно, но мы, друзья, поддерживаем его. Вот он сам есть. Его можно, вот правда можно сказать, он гражданин мира. Благодаря ему наш сибирский марафон стал более знаменитым. Стали приезжать разные-разные страны. Действительно, уже 25 лет самый холодный забег в мире привлекает множество иностранцев. Этот год не стал исключением. В рождественском полумарафоне приняли участие представители 10 стран из Бельгии, Дании, Великобритании, Германии, Греции и другие. И уже не первый раз его участником стал гость из Шотландии Скотт Крайта. Мужественно преодолел 21 километр в национальном костюме. Субтитры создавал DimaTorzok Главными победителями юбилейного забега стали настоящие профессионалы. На дистанции 7 километров ими стали Анастасия Скотынянская и Александр Поддубный. Честно говоря, я себя чувствовал сегодня хорошо, но бежалось тяжело, скажем так. То есть я терпел и тем самым удалось мне выиграть сегодня. Я очень рад. Я бы хотел сказать, чтобы никто не боялся этого холода. Выходили на старт и получали удовольствие от бега, от общения с товарищами, с друзьями. Это на самом деле очень здорово быть частью такого мероприятия. Первым финишную черту на дистанции в 21 километр пересек Василий Минаев. Красноярскому бегуну не хватило всего 18 секунд, чтобы побить рекорд 2011 года, который установил спортсмен из Мурманска Вадим Улежов. Просто начал своим темпом, вышел вперед, начал бежать без всякой тактики. Ноги в руки и вперед. Может быть быстрое начало как бы, да. Маленько меня подсгубило в конце. Почему рекорд и не случился. Но среди женщин первое место осталось за Амичкой. Спортсменка из Полтавского района Мариной Ковалевой, которая повторила свой прошлогодний успех. Сегодня, несмотря на прохладную погоду, весьма солнечно. Даже, получается, солнце поддерживает бегущих. Это придает тепло, уверенность в себе. Вдоль трассы стоят практически везде девчонки, мальчишки с плакатами. Поддерживают всех бегущих, подбатривают. Классно сегодня. Победители получили денежные вознаграждения от организаторов. А специальный приз в номинации за лучший костюм достался семье Мишкиных. Но на этом массовые забеги не заканчиваются. Организаторы запланировали целую серию забегов в сибирский международный марафон, который завершится в сентябре. Редактор субтитров А.Семкин